Welcome, welcome, welcome. Английские комментаторы опять послушали Метеоса про то, как он уходил и возвращался, он там рассказывал. Но забавно то, что они вспомнили Дарк Метеоса. Дарк Метеос — это команда Phoenix One. Они его пригласили к себе в качестве замены своего джанглера. И Нэри у них был джанглер, у которого что-то там с родственниками случилось. Никто не умер, слава богу. Ну, там кто-то заболел, и он резко уехал. А потом, по слухам, прошла тема, что его на самом деле выгнала команда за Хейт, которую он там поднял, и Нэри. А Метеос его место занял, и первая же игра у него была против команды Cloud9. Ну, на этой неделе, там, может, не первая, а вторая игра, походу, была. И Метеос был в форме команды Phoenix One, а у них форма такая темно-оранжевая была. То есть, ну, черная плюс оранжевая. Вот как у Clutch Gaming, только оранжевый там цвет был. И они его назвали Dark Meteos. Ну, то, что он перешел на другую сторону тьмы и победил команду Cloud9. Они же все в светлом, светло-голубом таком. Dark Meteos. Ну, и, кстати, Dark Meteos подсидел, можно сказать, Нэри. За место Нэри потом Дардош туда пришел, а потом за место Дардоша появился Майк Йонг. Вот так вот там команда Phoenix One очень долго пыталась найти себе хорошего джанглера, но в итоге они остановились на Майк Йонге, новичке из челленджеров, который теперь в команде TSM. Основной джанглер, правда, ну, не прошли они дальше. Но забавно то, что Нэри так и не вернулся, причем он сам даже начал уже в конце постить посты, говорит, что у меня с родителями уже все нормально, все хорошо, меня просто в команду не возвращают. Ну, и моя шутка, которая была в стиле того, ну, знаете, когда с игроком вы проигрываете, у него какие-то проблемы возникают, и он говорит, что, типа, без меня сыграете одну игру, без него играете игру и выигрываете. И, понятное дело, тебе говорят, посиди там, слушай дальше еще. У тебя там проблемы же были, вот и дальше сиди. Dark Afromo был бы расизмом. Ну, да, кстати, Dark Afromo вряд ли бы можно было эту шутку продвигать. Ну, а Afromo... Любопытно, у нас получается, в финал, если сейчас победит команда Соточка, в финал пройдет еще один представитель команды CLG. И CLG в некотором роде будет в финале, ребят. И Cloud9 будут в финале. В финале не будет только TSM-овцев. Ну, ладно, тут Doublelift, он такой, знаете, он во все дырочки всем готов был. Ну, так вот, Doublelift просто он был в составе и команды TSM, и в составе команды CLG. Так что он в некотором роде представляет сразу много команд. Много... много. Это что, Best of 5? Да, это Best of 5. 2-1, выигрывает Соточка. И пошла у нас бана пиковая фаза, в которой в первой стадии клочи все рассказали. Они собираются играть TeamFight, где будет Raycan инициатором, и два будет еще представителей инициации. Я бы Шена забанил. И, честно, Скарнера я бы вообще не трогал. Я бы Шена и Зака, наверное, забанил. Вот это будут самые логичные варианты. А клочам как раз надо вот правильно Чегата убирать, который их замучил в этой игре. Хотя тогда непонятно, зачем вы баните Чегата, если Шена хотите играть. Ну, видимо, это не Шена, а Сион. Все, что я Сиона надо банить сейчас Соточки. Но первый бан Сионов в пустоту. Я считаю, Скарнера здесь банить нет смысла. Почему от игры к игре банят Ганпланка? Ну, не все команды банят Ганпланка, я сразу тебе это скажу. Зачастую банят против игрока, которого очень тяжело убить, когда он играет на Ганпланке. И в данном случае Самдэй как раз таким является. Самдэй очень сильная Ганпланка, с ним не разобраться. Минус Сион. Ой, извините, минус Орн. Еще сделали Клочи, и Сиона, скорее всего, как раз заберут. А вот Сиона не забанила Соточка, они потратили свой бан на Трандла. А для чего? Меттиус показывает Нидали, что... Ее вообще здесь брать нельзя. Зак, конечно же. Если Зака никто не забанил, надо себе его забирать. Зак плюс Ориана, плюс Джин, это шикарная комба. Клочам надо забирать сейчас Сиджуане и Сиона. Все логично. Но я не понимаю только одно, почему вы убирали Трандла со Скарнером. Ну ладно, Скарнер гипотетически можно, потому что он Сиона побеждает Зака. А Трандл-то чего? Олафа? Нахрена вам Олафа? Что он там будет делать? У вас есть шикарная инициация с трех экранов, с этим, как он называется, с Чармом. И у вас есть второй чемпион, который сможет вместе с ним сделать инициацию. Вы выбрали все же Сиона, заместо Шена, которого я предложил. Но до этого еще взяли Олафа. Почему я его Сиджуане не устроила? Я понять не могу. Просто вы сейчас увидите, насколько Олаф будет вне игры. Вот серьезно, Олаф вообще ничего в этом матче делать не будет. Он будет ходить и думать, а зачем меня взяли? Я вроде бы и с Райканом поиграть не могу, и с Сионом играть не могу, и Синдри не помогаю ничем. И в тимфайтах буду бесполезен. Единственное, вот по драконам он может поработать в начале игры, там первые 10 минут как-то драконов поработать. Первого забрать там на третьей-четвертой минуте, и потом к 11-й второго организовать. А что Корки не играет? Его нарфанули. У Корки было не так много матчапов, в которых он себя чувствовал прекрасно. И я тебя удивлю, просто этих матчапов не осталось. Он может все еще играться против Ариана, может играться все еще против Азира. Но когда берут Корки против Азира, не получалось за Корки выигрывать тимфайты в лейтгейме, именно из-за количества танков. А Азиру легче было наносить урон, чем Корки. И поэтому, ребят, ну, то есть получается, у тебя Декиля собирает криты, и ты собираешь криты. И оппоненты игнорируют твой магический урон, режут тебе криты. И таким образом блокируют твой магический урон. А твои танки вынуждены блокировать магический урон. И отдельно им еще надо блокировать криты, которые будут давать ваша Декиля. То есть, понимаешь, получалась ситуация, где плюс всегда предмет был у танков-оппонентов, защитный, ну, или атакующий. И получалось, что вот как раз Корки чуть-чуть слабее была Азира в лейте, а именно буллингом в начале игры не победить. Ну, а против Арианы можно взять, но, видимо, Фобиван не хочет что-то менять. Проще пойти и так. Почему Сиджуани? Сиджуани побеждает Зака в начале игры довольно сильно, и потом она не дает ему делать инициации, ответной своей инициацией. То есть, она может либо сама ворваться, либо просто тебя подкинуть. В данной игре, если честно, у команды Клач Гейминг сейчас, кроме Синдры, никто остановить инициацию Зака не может. У Зака развязаны руки. Эта сопля сейчас будет прыгать просто куда захочет. Никто ее остановить не сможет. Обычно берется Джанглер, либо Саппорт для остановки ее. Ну, Саппли имеется в виду, Зака. Почему на простой сцене не играет Эвелин? Я тебя удивлю. Играют, но не всегда. В начале этого сезона на Эвелинке было сыграно в Европе 4 игры, 1 победа, 3 поражения. В Америке 6 игр, 5 побед, 1 поражение. После этого ее перестали играть, потому что она была за Нерфлина, кто не помнит. В патче 8.2, Смерть Эвелинки, с топ-1 Джанглера, по винрейту она упала до топ-17. Потом она вернулась где-то к топ-10, ну и там такая осталась. Ну и после этого ее больше не играли на простой сцене, как-то к ней не возвращались. В Америке она лучше зашла. Но я думаю, это связано с тем, что Джанглеры, которые здесь американцы, они лучше просто понимают, как на ней играть. Забрали синий баф у Мэтиоса, Мэтиос вообще начинал у нас по странному маршруту. Видит он, что синего у него нет, ставит в арт. И, ну, он чуть раньше это понял. Показывают за всю карьеру Мэтиоса статистику на Заке. У него 17 побед, 3 поражения и 11,2 КДА. Кто не знает, Мэтиоса сигнатурочка как раз-таки Закка. Вот. Почему Лизу не играет? Потому что ее винрейт из 60, ну, там, не 60, 60 я загибаю, там, по-моему, 45 сейчас джанглеров считается на ОПГГ. И она находится, знаешь, на каком месте? На 37. 45 на 37, то есть она не то, что ниже половины, она ниже даже 80% джанглеров сейчас. Очень плохая. Даже у меня не получается на ней побеждать. То есть это даже не от того, что, ну, слабая практика у меня на ней, там, как говорится, разбуди меня, я все равно попаду к окуном тебе в лицо. Разбуди меня в полночь, вот. Просто, ну, она очень слаба. То есть, early game pressure, многие джанглеры могут заденать ей тот же самый Казик сейчас может ее победить там. Мид-гейм у нее остался все еще неплохой, но лейта вообще нет никакого. Конечно, рискнули Синдру пикнуть. Я тебя удивлю, в первой игре уже была пикнута. Видимо, не всю серию смотришь. Элизу бафают скоро. Да, в патче 8.7 будет небольшой баф для Элизы. Откат репела, если я правильно помню. И усиление кушки. Кушки, правда, в паучьей форме, спасибо. Потому что кушка в человеческой форме никому нахер не нужна. Вы можете ее бафнуть хоть на 40%, и винрейт Элизы от этого не повысится. Ну, если ей нужна именно во второй форме. А вот репела... Это, ну, неплохо. Вернут примерно время, как было раньше. А то до этого нерфа у нее было 16 секунд кд, а сейчас у нее 24 секунды. Вроде будет 18 секунд теперь. Почти то же самое, что было раньше. Эй, Меттиус по варду проходит. Они сам Дэю пытаются помочь просто пропушить. Меттиус не хочет сделать ганг. Меттиус прикрывает на самом деле. Они думали, что Олаф сюда придет, потому что очень хороший момент для ганга. Но и сейчас Меттиус просто посидит здесь в кустиках в надежде, что Олаф все же придет. Но Олаф не придет, а Соло сам не лезет в ол-ин. Какая ситуация по пикам данного матча. Да, я про это не рассказал насчет. Много вопросов было. Что у нас здесь выходит? Подождите. Проглот за глот от Афраму. Хороший бот-лейн у команды Клетч Гейминг. Неплохой бот-лейн у Коди Саана с Афраму. Но все же они послабее будут. Именно против Зайи плюс Райкан. Тяжело тут работать. Получается у команды соточка. Сетап чисто тимфайтовый. Со слабым адекери в лейте. Но все же адекери. Есть. У нас, кстати, пытаться будет до конца работать Лера. Но если Рю приходит, дает... Ну, Лера будет выфлешиваться. Но его надо заставить флешнуться, конечно же. Они ждут до последнего, пока он флешнится. Все-таки... Но он долго ждал, время тянул. Ну, забрал у Тошан Дрейка. Про это я говорил, что он сможет на 4-5 минуте его забрать. Мог и раньше, кстати, попытаться. Но, видимо, боялся, что Зак где-нибудь там рядом выскочит. А не, у него маршрут же был кривой. Он сначала синий баф забрал, потом красный, потом свой синий. Поэтому он не мог раньше прийти сюда. Ну, так вот. Лейт, мне кажется, за клочами все же. У них комбинация Райкан-Зая против Джин. Там Кенч так себе. Тут еще какой-то Тауэрдайв сейчас уже организовывается. И Таун пытается сам Дейв выжить. Прожимает W. Но под пассивкой все же погибает. Эх. Там пассивка, Трудамаг и Топор идет. И поэтому щиток, который поставил Шен против автоатак, он здесь не работал. Там подсказывает мне он... Ну, в любом случае у него три бафа старт был. Там подсказывает, что он сделал синий-синий-красный. Он в такой шел последовательности. Честно, покажется еще раз повтор, что произошло. Они знали, где Метеос, он по вардам там пробежался. И поэтому решили просто сделать Тауэрдайв, где сам Дейв все еще не среколился. Сам Дейв дает Таунт, и флэш не нажимает. На самом деле, после Таунта, если бы он отфлэшился сразу же на ту же сторону в Трайбуш, мне кажется, что он мог и выжить даже. Ну ладно, с другой стороны, он сохранил свой флэш, поэтому его загангать не получится, а Соло теперь без флэша. Ну, правда, я не знаю, как они это использовать будут, учитывая, что Сиону флэш, если его никто убивать не идет, вообще не нужен. Ну так вот, у Клачей посильнее, мне кажется. Ну, не намного. Где-то там 55%. В данном случае Ариана-то неплоха, но она только будет в комбинации с Заком работать. С Шен, сами знаете, он почти ничего делать не может, он может только работать с кем-то. А тут, честно, раз-два и обчелся. Игроков-то и нет с кем работать. Казиксов никаких нет. Прыгун только один, это Зак. То есть он сможет ультить только на Зака, либо защитную ульту давать на своих игроков. Защитные ульты за Шена это всегда слабость. Поэтому получается, агрессивную ульту он сможет давать только на Зака. Это один единственный игрок. Ариана сможет работать тоже только через Зака. То есть получается, единственное звено рабочего команды соточка, это как раз-таки Зак. Вот если бы заместо Тамкенча какой-нибудь Рейкан у них был, это было бы круче. Если бы у них было усиление и Хадекерри, тоже было бы круче. Но они решили сыграть через защиту именно Джина. Но мне кажется, Джин не сможет выдавать те самые показатели, которые будет Зая выдавать в этом матче. Поэтому получится так, что Синдра, которая слабее вроде как Арианы в лете, ну, это скиллбейс матчап на линии, а потом она чуть-чуть слабее становится. Здесь она зайдет хорошо, даже учитывая, что она будет ультить по одному лишь игроку. Это по Заку там чаще всего. Хотя здесь есть Тамкенч, который может проглотить Заком. Но все равно 55 я оставлю за клочами. Бранд бы зашел с Джином. Ну, тут так, знаете, в открытую... Это мы тут блайнд пик можем сделать, а игроки, они ограничены и уровнем игры на каждом из чемпионов. Я не удивлюсь, что Афраму там почти не играет Бранда, так что вряд ли. А так, да, конечно, Бранд здесь неплохо бы зашел, и по танкам бы прыгал, и магический урон бы добавил команде, и в комбинацию работал бы. Митя здесь красный баф поборовывает, но он знает, что у него красные своровали, Лера туда зашел. Митя полностью забил на Самдея, и, в общем-то, он прав. Идет тут инициация. Чуть-чуть задевает, отфлэшивается Самдея очень рано. Да. Я понимаю, чего он хотел отфлэшиться, но он даже не смог от этого отфлэшиться, и получилось, что он потратил его просто так. Он не хотел попасть в замедление, которое даст Соло, но в замедление все равно залез, и из-за этого не успел убежать глубоко под вышку, попал в еще один прокаст уже от Олафа, и 2 кг заработали на Шене. И Шен теперь без телепорта, с ультой, но лететь ему некуда, тут никого нет, поэтому он остается просто пешком. Кенч может съесть Зака в пассивке, когда его убили. Не, не может, пассивку съесть нельзя. Я понял, про что это, пассивку съесть нельзя. На нее телепортироваться можно только лишь. Тяжело, конечно, здесь Самдео будет. Он проигрывает тысячу. Метеус проигрывает 600 золота, а вот он чисто тысячу проигрывает. Ну вот они вдвоем вместе пролетают, но напоминаю, что у Зака тяжелая игра против Олафа в начале, как и против Трандла, как и против Сиджуани, как и против Скарнера. Мне перечислять чемпионов? Зак, в общем-то, им всем проигрывает. Но как только Зак добирается до джангельского предмета плюс ботинки, игра резко переворачивается, и Зак начинает уже устраивать то, чего все боятся. Бегать по карте и ультить постоянно, и впрыгивать. И его ульта дает ему безнаказанность. А в этой игре уж тем более. Если в обычных играх, когда берут Зака, берут к нему контру, там какой-нибудь трэша с откидыванием, там Сиджуани с откидыванием, Грагаса с откидыванием, здесь ничего этого нет. То есть Зак будет просто впрыгивать, если по кому не попал, просто давать будет ульту на убегание. Если попал, это килл. Ну вот и все. На Крепапу слетит. Так он, у него только ульта была в Самде, поэтому он туда тоже лететь не мог. Меттиус, кстати, выбил вард, занял сейчас позицию для того, чтобы на Фобивона выйти, но они побаиваются, пока Лира здесь. Они хотят, чтобы Лира ушел. Если Лира уйдет, они сделают ол-ин по Фобивону. Либо в Лиру сделают ол-ин. И Меттиус готовится идти на контрганг, делает прыжочек, цепляется за Лиру, пытается притянуться к Фобивону, Фобивон уходит в сторону. Меттиус не достает, но не получилось снять с Лиры ульту. Надеялись на его глупость, может быть. Почему Джину не начали покупать Гуинс? А, почему начали покупать Гуинс? А там баг сейчас в игре, его, наверное, понерфят. Гуинс по какой-то причине Джину дает уже очень много АД. Ой, а что... Хакука... Что это было? Извините, но это минус Хакука. Но он дает сейчас ульту, конечно, но это ничего не даст ему. Что это было? Это какая-то поднебесная игра была только что от него, что-то уровня Бога. И так как мы, простые черни, этого не поймем, оценивать это не будем. Это только что привело к тому, что Клочи отдали килл и, скорее всего, отдали этого дракона, потому что теперь они численное меньшинство. Цепляет здесь Олафа. У Олафа есть ульта, но как-то оттуда добраться, и он решил, ладно, отдам просто этого дракона и отойду. Обратите внимание, как Соточка всю эту серию играет. Они не дают Хакука играть на его чемпионах. И напомню вам чемпионов, на которых он божит. Первый чемпион — это Трэш. Второй чемпион — это Моргана. Третий чемпион — это Блиц. Четвертый чемпион — это Нотилус. К пятому можно отнести там Барда и, в общем-то, все. Дальше стандартные просто саппорты начинаются, где он играет, ну, без удовольствия, давайте скажем так. Иногда и бездарно. И получается, что Хакука они отключили, и вся команда Clutch Gaming развалилась. А почему они развалились? Потому что Меттиус не проигрывает Лире. Все четыре игры Меттиус с Лирой играет вровень. Даже одну игру выиграл, когда он был на Олафе, Меттиус. Ту игру он даже разгромил Лиру. Вот и получается. Лира выключен Меттиусом, а Хакука они отключают пиками. И тут у меня вопрос к команде TSM. У вас есть их номер телефона? Я просто им бы задал вопрос в прямом эфире, позвонили бы, спросили. Майхёнг, ты бы справился с Лирой, если бы тебе дали такую возможность? Я думаю, Майхёнг бы сказал yes, of course. А потом бы спросили мы у всей команды TSM, вы бы справились, если бы мы забанили просто всех чемпионов Хакука? И они бы yes, of course, сказали бы все вместе хором. Почему этого не происходило в самой игре? Непонятно. Молончик здесь делают у нас по афраму, афраму успевает прожать Ешку, подогнает там, он не догорит, там слишком много здоровья еще осталось. У Коди Сана есть четвертая автоатака, но он ее не тратит, отходит в сторону. Хакука, да, в клочах, все верно. Я что, оговорился, сказал в соточке? Ну, бывает у меня такое. Не волновакайся. Кстати, то отставание, которое было на топе, оно так и осталось, даже почти пропало. А вообще, эта линия считается Шен-Сион. Я уже рассказывал за Шеном. Он обычно там делает небольшое преимущество к 15 минуте по фарму, но оно там совсем незначительное. В этой игре вот как раз его поломали немного Шена в начале игры. Но, как видите, сама линия из-за того, что тяжелая для Сиона, он не смог ее засноуболить. И отставание всего два кемпа, а по левелу, там, пол-левела, это копейки. Как думаешь, можно ли сейчас собирать на его Абисалмаску? Ты мишеду с новыми изменениями Абисалмаски, думаю, не стоит. Она и так на ней плохо сидела, если честно, потому что там баннеров команд, он в любом случае тележку не сможет убить сам, да и поэтому решил оставить эту вышку, чтобы не попасть под тавардайв. Ушел очень далеко под вышку. Но, кстати, баннеров команд сейчас может начать Сноуболт, тот самый, про который я говорил, что его не смог начать Сиона. Вот сейчас, может, что-то организует. У него есть возможность выйти на мид, у него есть возможность прилететь на бот, но не глубоко заходит соточка здесь. Вот теперь они начали залезать. Сиона есть возможность выйти, но пошла джиновская ульта. Промахивается, промахивается. Хакука. Его чармит. Метюс промахивается тоже. Еще раз промахивается. Это был сейчас пранк. Пранк промахов. Так вот, про Абис Алмазку. Нет, не успею это говорить. Хороший стан. Куда вы залезли-то? Метюс дает ульту. Чтобы увернуться, стяжка идет от Ариана. Метюс погибает. Но у нас Шен может сюда прилететь. Спасти кого-нибудь через телепорт, допустим. Нет. А Кодис Сан живи. Кодис Сан жив. Там еще один стан. И два килла. Почему Шен все еще не летит? Он на ульту-то нажал. Игрока убили. Он не успел прилететь. Но телепорт-то у него был все это время. Почему он Метюса не спас? Я не понял этого прикола. Но резко клочи из преимущества в одну тысячу сделали преимущество в пять тысяч. С ничего. Просто ничего, ребят. Ну, я считаю, они здесь не заслужили этого преимущества с такой игрой, которая была. Просто Шен решил не лететь. Вот это вот непонятная ульта. Вы летите прямо в Синдру. Она прописывает по вам стан. Сейчас Кодис Сана еще поймает. Рю дает ульту и бежит через двух танков, перефлэшивается. Шен не нажимает телепорт. Кодис Сан подставляется. Его подкидывают и убивают. Да уж. Это сейчас отвратительная игра. От соточки была. Хотели так сильно защитить вышку на миде, чтобы в итоге потеряли все. Лекция сейчас тоже никакая. Я видел, ты за нее играл. Ну, не знаю. У меня не получалось на ней побеждать. Она сама вот в среднячках находится в топ-10 джанглерах. Держится. У нее есть тяжелые линии, понятное дело. Но зачастую, мне кажется, она может играться. Но у меня почему-то не получалось побеждать. Правда, по чесноку скажу, я ее каждый раз брал, когда у меня был Ясу в команде. Ну, то есть ты ее берешь, потому что там есть Ясу, и ты можешь подкидывание дать для Ясу. Возможно, это была проблема в том, что у меня Ясу был в команде. Поэтому Рик Сайка не работала. Многоходовочка от Хахука окупилась. Да. Та самая многоходовочка, где он умер. Все это привело к тому, что остался Аполло один на линии. Его попытались за тавердавить. Как все запутано, но сработало. Сейчас минус 5000, даже почти 6. То есть синий баф уносит Фобиван. Не получилось его забрать, но забирает его Хакука автоатакой. Будет эффективно зато сейчас дефендить. Да. Ну что ж, обращаемся мы к первоклассникам защиты. Или как их там? Кто ниже до цента идет, ребят? Абитуриенты? Абитуриенты защиты. Почему Сион такой частый пик на топ-лэйне? Ну, сейчас довольно легкая линия у него почти всегда. Потому что много танков играется. Обычно Сиона, когда берут, убирают из игры Камилу, потому что она его легко побеждает. И Фиору, если там есть Фиора игрок. Правда, в данном случае есть Фиора игрок, но его команда соточка не использует. Аспиранты, мне даже говорят. Аспиранты лучше, а не абитуриенты. Ну, можно и аспиранты, да. Ух, помню этот сериал, смотрел студенты. По РНТВ он, по-моему, шел. Довольно неплохой. Игра актеров отвратительная, но шутки были неплохие. Студенты. Сейчас, конечно, кто-то еще и солдаты вспомнит. Солдаты тоже смотрел, конечно же. Или он не солдаты назывался. Короче, сериал «Шматко» назывался. Вот это я помню. Все, по-моему, больше я не помню хороших сериалов на РНТВ. Но, наверное, это связано с тем, что и телевизор перестал смотреть, и дальше все, ребят. Познакомился с интернетом. Он здесь ловит птичку. Птичке некуда бежать. Птичку жалко. Метеус ее забивает. Старшеклассники, абитуриенты, студент, доцент, профессор академики. О, как. Секретные материалы. Ну, это же не РНТВ снимали. Поэтому секретные я и не назвал. Секретные материалы, да. С Давидом Духовным. И Чиллен Андерсон. Это все мы знаем от агент Скалли. Что-то я начинал рассказывать, и вы меня сбили. Подождите. А, про Эвелинку и Абисл Маску. Я вспомнил. Короче, сейчас объясняю на пальцах, ребят. У Эвелинки есть магическая пенетрана ее W. Она снижает магическую защиту оппонентам, как и Войт Став. Помимо этого, сама Эвелинка тоже очень часто покупает Войт Став. И получается, что у тебя есть первый процент снятия и второй процент снятия магической защиты. И поэтому увеличивать твой урон на 10% неэффективно. Ты не увеличиваешь свой урон в процентах. Ты увеличиваешь просто свой урон на 10%. Ну, как бы сложно это объяснить, но если вы калькулятор возьмете, вы поймете, что Абисл Маска, она будет меньше давать, чем тот же самый Рободон. То есть Рободон даст больше вам, потому что там и так уже пробита броня. Тебе надо именно число увеличить. Вот и все. Но 15-то мне подсказывает, что сейчас не 10, а 15. Да, сейчас 15% а не 10, согласен с тобой. Но даже при таких условиях все равно Рободон будет лучше. Ну, тут надо посчитать, но мне кажется, что Рободон будет все равно лучше. Если он при 10-ти был даже в процентах силен. Но Абисл Маска очень хорошо зайдет тем чемпионом, у которых процентный урон свой собственный есть. То есть твой чемпион наносит процентный урон, допустим. И тогда вот тебе будет выгодно увеличивать просто свой процентный урон на 15%. Ух, какое здесь перекидывание идет от Метеус. Правда, он здесь один сражается, его никто спасать не будет. А Фраму говорит, да пошел ты. Ну, на самом деле здесь была война за Красный Лес. Я пока вам рассказывал про Элизу математические, эти выкладки доцентские. В итоге мы пришли к тому, что команда Соточка остались без Джанглера, без Смайта. И, соответственно, Клачи на 22-й минуте могут начать делать на Шора. Но выкинута игра была не здесь, не из-за того, что сейчас Метеуса поймали. Выкинута она была на меде, когда пытались задефать. Джин пошел улететь. Хакукова будет сейчас давать ульту. Рю надо сразу же прожимать клинцы и уходить. За Чармери у нас Афрамова. Афрамова выфлашивается. Ариана будет ли давать стяжку? Стяжка будет хорошая. По двум игрокам, правда, но остальных она отзонила. И на Шора отменили. Кудисан, зачем ты подошел дать эту автоатаку? А чтобы флэш потратить? Я все понял. Но это сейчас было глупо с его стороны. Правда, на Шор отменен. Метеус воскрес. Можно продолжать играть. Но это минус 6000. Лейт я чуть-чуть отдавал за клочами, там 55%. Но учитывая, как они вообще отыгрывают тимфайты, мы с вами видели, что это не очень хорошо. Рободон сильнее чего? Ну, Рободон мы с Абисалмаской сравнивали. Но здесь имеется в виду не показатели, а именно на каких чемпионах, что будет лучше сидеть. И речь шла об Эвелинке. То есть Эвелинке-то слот надо будет занять чем-то. То есть, заместо Абисалмаски ты вот соберешь что? То есть, какой ты предмет будешь исключать? Тут вопрос об этом. Личбейн ты явно исключать не собираешься. Портобелл ты тоже исключать не собираешься. Ну, вот между Жоней, Рободоном и тогда Абисалмаской, наверное, вот такая идет постановка вопроса. Ну, я всегда выберу Рободон. Рободон сильнее всех. А вот это не факт. Рободон соберешь на Шене и что-то, знаешь, как-то плюсов не получишь. Ты бы согласился быть аналитиком. Так никто же не предлагает. Предложат, будем разбираться. Что значит, согласился бы, не согласился? Никто же не предлагает. Какие условия, что? Если предложат за 15 рублей в сутки, я скажу... То, что я скажу, нельзя говорить. Да, понимаете, тут все будет упираться в другие вещи. Совершенно. Ой, выплюнули. В какой ситуации стоит собирать Рободон вторым предметом? Ну, у мидеров в большинстве случаев это идет. Когда первый предмет у вас дает тебе хорошую там мано-регенерацию, либо просто КДР, и второй можно предмет Рободон делать. Чаще всего это делает Синдра. Ну, вот в данной игре еще, видите, Ариана делает. Хотя, мне кажется, здесь лучше была маска бы пораньше, а потом Рободон. Но это уже на совести Рю. Так Синдре, он подходит. Кто у нас там? Талия, он подходит. Хотя тоже она иногда маску собирает вторым предметом. Там парень юмора не понимает. Ладно, там у нас Заку не пускают. Пошла джиновская ульта. Мэтьюз будет все равно впрыгивать. Его никто не отменяет. У него есть ульта. Он будет ее сейчас прожимать. И Мэтьюз проигрывает смайт войну. Близко было на самом деле. Орюшку здесь проглатывают. Но под Игнайтом он, скорее всего, догорит. Сфлэша его добивает Олаф. И Слэм Дэнком организует для своей команды еще один килл. Два килла плюс нашор. Ушел в итоге для команды Клач Гейминг. Все это время, кто не заметил Шэн, сплитпушил низ. И все, что он там добился, это хороший фарм. В общем-то и ничего. Я бы не сказал, что Люксера Бадон подойдет вторым предметам. Она очень сильно зависит от КДР. И лучше КДР рашить. Минус вышка, минус ингибитор. Но мне кажется, зря они сейчас реколятся. Там еще 20 секунд до Джина, еще 2 секунды до Зака. И можно было как-то сместиться либо на тумплейн, либо сразу на бота. Они просто решили уходить через рекол. А, не-не-не. Все же через рекол, да. Конечно, есть возможность, ребят, связаться. Привет тебе, Яков или какой-то там такой был ник. У нас тут эхо идет по-прежнему. Очень похоже на то, что в этой игре будет счет 2-2. По поводу, есть возможность связаться или нет. Конечно, есть. Вконтакте пиши. Группа есть у меня. Помимо группы есть личка там. В личку добавляешься в друзья, и я там отвечаю на вопросы. Да, эхо есть, но оно почему-то в ОБСе тупит. Оно иногда включается, иногда выключается. Я так и не могу понять, в чем дело. Вот такие дела, ребят. Но у нас команда Clutch Gaming спокойненькую, такую, знаете, размеренную игру отыграли. Поймали на ошибке соточку за счет Геральтки. Соточка не решились отдавать. Вышку на меде, решили без здоровья сражаться за нее. И теперь просто занимаются обороной. Хороший Зак дает ульту, стяжечка. Но Хакука дает ответную ульту. Лира под ультой теперь забегает в Рю. Рю, правда, под щитком своим выживет. И надо отступать, но Шен куда-то уже провалился. Хаку дает подкидывание. И соло флэш подкидывание. Ну а Фраму проглатывает его. Метеус пытается убежать. Он очень маленький. Уворачивается. Выживает. Не хватает урона, но это уже связано с Джином. С Джином нельзя отставать. Кто не знает, проблема главная Джина. Если он начинает отставать по предметам от танков оппонента, у него нет вообще никакого урона. После этой игры вы увидите, что он нанес, не знаю, 7000 урона. И то это, по-моему, перебор, если посмотрим потом. 7000 даже он тут, мне кажется, не нанес за эту игру. Джина вообще нет в этом матче. Через него, видимо, задумывалась игра в мидгейме у команды Соточки. Но никакой игры в мидгейме не было. И Джин ничего не сделал. Счет становится у нас 1. Ой, извините, 2-2. Одна игра отделяет каждую команду от выхода в финал. И Соточке надо задуматься перед тем, как еще раз брать Джина. Боджина, я уже говорил, обычно берут как-то поагрессивнее Джанглера, поагрессивнее Топпера. Здесь Шензак комбинация нормальна? Согласен. Ариана годится? Согласен. Но Джин тогда минусовый. Либо тогда Саппорт минусовый. Кто-то из них должен заменить. Если бы они взяли Кагмава, тогда да. Если бы они взяли, не знаю, Леону, тогда тоже да. Ну или там Алистара. А так получается, вы зачем-то сайфовый бот-лейн берете, но при этом хотите воевать другими чемпионами в тимфайтах. Зачем вам, Джин? Да. Привет, привет. Всем да, ребят. Последняя игра у нас осталась. Идем на перерыв после нее. После этого перерыва. Он там 7-10 минут будет уйти. Последняя игра, я обещаю вам, что она будет такая же скучная, как и эти, потому что, ну, такие две команды. К сожалению. Но зато вчера у нас была активка. И финал будет в любом случае активный, кстати, как и матч за 3-4 место, потому что будут мастера защиты и оборон сражаться против супер-атакующих команд. То есть это в любом случае будет интересно.